Бразилия, 18 век. Сюда завоеватели привозят чернокожих рабов. Но все это хорошо нам известно из учебника истории «Борьба южноамериканского народа против рабовладельческого строя». Но неизвестно нам одно главное орудие этой борьбы, которое не давало покоя правительству и полиции в течение полувека, а сейчас является самым популярным видом спорта в Бразилии. Капуэйра Под пристальным наблюдением рабовладельцев чернокожие африканцы придумывают свой собственный вид единоборства. А чтобы не вызывать подозрений, маскируют его под танец. Капуэйра – это борьба, гимнастика, акробатика, музыка – все вместе. Бой происходит между двумя людьми внутри круга – хода. Пока двое танцуют в середине, остальная группа стоит вокруг, поет, хлопает в ладоши. Капуэйра может передавать любые эмоции человека. В то же время это настоящая борьба, которая может поспорить с каратэ. Научиться капуэйра в Ростове можно только в одном месте и только у одного человека. Сейчас он находится рядом со мной. Зовут его Давид. Здравствуй, Давид. Добрый день. Вот я пришла к тебе на занятие. Расскажи, что нужно? Правильно ли я одета? И нужна ли какая-то специальная физическая подготовка, специальная униформа? Что нам, что нужно для того, чтобы заниматься капуэйром? Ты одета правильно. На самом деле, для того, чтобы заниматься капуэйрой, ничего не нужно, кроме желания. Я слышу музыку, но капуэйра – это все-таки танец или боевое искусство. Разъясни, непонятно на самом деле. У капуэйры боевые корни. То есть изначально капуэйра была придумана для того, чтобы противостояли слабые против сильных, безоружные против вооруженных. Сейчас капуэйра стала игрой. Капуэйра – это то, что приносит нам удовольствие. Мы играем капуэйрой, мы общаемся капуэйрой, общаемся делами. Музыка, которая сейчас звучит, это музыка капуэйра? Да, это капуэйра. Традиционная капуэйра-музыка. Это атрибут. Без капуэйра-музыки никак. Допустим, это совершенно не то же самое, что каратэ, насколько я поняла, потому что музыки каратэ не существует. В каратэ поединки проводятся по своим правилам. У нас не поединок, у нас игра. Игра уравнивает всех через ритм. Два игрока должны двигаться в соответствии с ритмом. Никаких телесных повреждений капуэйра – бесконтактный бой. Здесь вы развиваете свою силу и пластику, а соперник скорее партнер по танцу, чем противник. В отличие от боевых видов искусств, разряд капуэйра получают не за победы. Каждый вышедший в круг – уже проигравший. Получая зеленый пояс, ребята должны просто научиться играть. Просто отвечать на вопросы. Получая пояса выше, они должны под концу показывать, что они уже погружены в капуэйру. Они умеют тень, они различают разные ритмы, они умеют играть различные направления игры. И свои тонкости. Ну, выходит, что капуэйра – это целое искусство. Здесь можно научиться петь, играть музыку, танцевать и даже бороться. Ну, а сейчас мы узнаем, чему можно научиться на первом занятии. Давид, прошу. Сейчас мы будем учить связку. Я знаю, что капуэйр изучаем как иностранный язык. То есть нам нужен диалог, простой диалог. Мы будем учить простые вопросы, простые ответы. Для того, чтобы понимать суть капуэйра, понимать ее порт. В бразильцах есть понятие джинги, о том, что это непрерывное движение. Даже с футболистом, да, это пасы, там, движение с мячом, без мяча. В капуэйре джинга – это основной шаг. То есть уход с линии атаки одновременно и одновременно движение, в котором мы скручиваемся, максимально скручиваем тело из одного положения в другое, что освобождает кучу энергии для того, чтобы не уставать. Повторить это будет довольно сложно. Есть один и тот же удар, да? И на него можно ответить по-разному. Ты можешь ответить красиво, ты можешь ответить просто, ты можешь проигнорировать мой вопрос, а можешь ответить грубо, как в жизни, все как в жизни. Можешь ответить вопросом на вопрос, кстати, тоже. Давид ждет от меня атаки и почему-то думает, что вот помимо того, что он меня научил, я еще что-то знаю. Но на самом деле, Давид, это не так. Мне нужен тот вопрос, который ты уже знаешь, которому вы учились. Хорошо. Просто он хочет, чтобы это было теперь неожиданно. Это был сейчас твой ответ. Да, получается так, что уровень новичка от старичка определяет как раз красоту и сложность ответа. Красоту и сложность вопроса тоже. Ну, общаться на базовом уровне с Давидом мы научились. Больше я не буду тебя мучить и верну к ученикам. Спасибо тебе большое за этот мини-экскурс в искусство КПР. Всегда пожалуйста. Узнавайте больше нового. Жизнь прекрасна. Субтитры сделал DimaTorzok